Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все братья и сестры во Христе и все люди на земле. Всем желаю всякого блага, всякой радости, всякого счастья в душе ваше, в дома ваше, в семьи ваше, во вся сфера жизни вашей. И такой комментарий на канале написан у меня. Сейчас мы его с вами посмотрим. Василий Алибабаевич пишет. То есть ты, Дима, принимаешь Библию до тех пор, пока она не входит в противоречие с твоими внутренними убеждениями. Это вопрос к ролику «Истина в тебе». Ну вот я хочу на нее ответить, воспользоваться этим комментарием, взять его для основания, для видеозаписи, для ролика, для проповеди, как хотите. Да, именно так. Во-первых, что такое Библия? Кажется, я сейчас буду говорить уже те вещи, которые миллион раз говорил. Ну, раз комментарии есть, то я буду отвечать. Библия переводится со словом, если бы ее так не оставили в транслите, так скажем, грецком, да, то Библия – это библиотека. Можно так по-русски сказать. Может, библиотека нам слова больше понятное. А по сути, это переводится как множественное число, как книги, собрание книг, сборник. На ней даже не написано, кто обратил внимание. На ней не то, что слово Божие, на ней даже священное писание, как это часто, тоже очень любит употреблять такое слово, тоже нет. И, кстати, Иисус Христос, Бог, явившийся во плоти, которым я его исповедую, и к теме, к которым мы сегодня притронемся, Иисус никогда не называл Библию, ее, в принципе, как таковой, не существовало в той интерпретации с Новым Заветом, какая есть у нас сейчас. Он назывался в Писаниях. Вы что, не читали в Писаниях? Ну, Писание, Библия, в книгах, в Писании, в брошюре, как угодно, в то это, в то это. Иисус всегда практически старался употребить автора, кто что сказал, там, хорошо пророчествовал, а вас Исаия, да. Это раз. То есть, Библия, что значит Библия? Ее превратили в какой-то идол, в какой-то кумир, в авторитет, в истину. А Библия-то не истина. Это Писание Я. Там есть истина? Есть. Она вокруг нас, вся истина. Она в тебе, прежде всего, истина. Это очень важно понимать. Иоанн Богослов, когда писал, что, говорит, вы не имеете нужду, что я вообще вот это все пишу, говорит, не потому, чтобы вы не знали истину, потому что вы знаете ее и пребываете в ней. Он не говорил, что вы знаете Библию, пребываете в Библии, в Слове Божьем, погружаетесь в его Слово, каких только групп и каналов, сейчас чего только нету. Что такое Библия? Ну, Писание, хорошо. Есть Ветхозаветные Писания, есть Новозаветные. Разными авторами написано о разных событиях. И Новозаветному Писанию, Новозаветному Писанию рознь. Для меня Евангелие, пусть как бы оно искаженно не было передано нам, это есть Евангелие, это Писание, книга о жизни, о Бога явлении, то есть его жизни на земле, его учении. Писание Павла для меня, по сравнению со словами Иисуса, вы знаете, как земля и небо. Все, что у Павла совпадает со словами Иисуса, то, что до меня пусть дошло, я принимаю. Не совпадает, я не принимаю этого. Мне что, Павел, что ли, принес истину? Нет. Бог сам явился на землю. Он что, явился только для того, чтобы потом пропасть и Павла наставлять невидимо, незримо? Зачем тогда он приходил на землю? Ну, конечно, протестантская теория очень проста и понятна. Он взял на меня, мои грехи на себя и прочее, прочее. Ну, это очень легкая такая, интересная, конечно, гипотеза, аксиома. К сожалению, на этой аксиоме никуда ты далеко не уедешь. Иисус, явившись во плоти, дал мне пример и путь святой жизни и сказал, если ты будешь так делать, будешь там, где я. Не будешь? Не будешь, соответственно. Никакой своей праведности Иисус твоих грехов не покрывает. Бог ничего не прощает никому. Бог никого ни за что не наказывает. Иисус сказал, что каждый получает должное по своим делам. Вот и все. И причем это не будет какое-то внешнее суждение. Пока вы не отлепитесь от этого детского восприятия, что Бог кого-то судит, что Бог кого-то наказывает. Что это будет такой судья в парике сидеть и стучать молотком по столу. Ты грешник, а ты будешь кричать, нет, я не виновен. Вы далеко не уедете. Вы не измените свою жизнь. Вы не начнете подвязаться в евангельских заповедях, в изменении собственной природы, в делах любви, в делах радости, в делах мира, в делах кротости, в делах смирения, в делах терпения. Пока вы это не поймете, что вам нужно измениться, покаяться, изменить свою жизнь на противоположную. И в этой противоположности подвязаться, ибо совершенству нет предела. Об этом всегда говорил Иисус. Пока мы этого не поймем, пока мы не поймем, что Адам был нах в раю и не стыдился, потом он обнажился во грехе и застыдился, о том, что есть нагота святая, а есть, как в Откровении сказано, срам наготы. Вот пока мы не поймем, что Бог никого не судит, а то, что откроется, вот та наша нагота, то, что сейчас внутри, это явится. Как говорят, нагота, я очень люблю наготу сердца своего открывать. То есть, все, что у меня на сердце, я так и говорил. Доброе, хорошее, какие-то сомнения, переживания, да, я всем делюсь, стараясь, открываюсь, как что. Вот эта нагота, что мне скрывать, все равно все станет явно. Я такой, какой я есть, зачем я буду кого-то обманывать? Я открыт перед Богом, я не прячусь, в отличие от Адама с Евой за акустиками, от Бога это бесполезно. Поэтому я такой, какой я есть. Говорю, Господи, в чем я не прав, во всем поправь меня, я во всем буду тебя слушаться. Что ты скажешь мне, я так и сделаю. Естественно, бумажка, написанная, переписанная, переведенная, перетолкованная людьми, естественно, для меня не имеет никакого значения. Бог меня будет судить не по бумажке. Бог меня вообще судить не будет. Я вляпаюсь в то, чего я сам заслужил. И вы знаете, когда ты начинаешь задуматься, слушай, вот тут написано так, а у меня все сердце выпьет, что так делать нельзя. Моисей вырезал и всех в субботу побивал камнями за собирание дров. Слушай, я если так сделаю, я где окажусь, на каком дне ада? Вот у меня Библия, она когда вошла в противоречие с моим сердцем, что Моисей говорил, что это угодно Богу побить человека камнями. А я в сердце понимаю, что я сам свалюсь на дно ада, ибо в сердце моем будет один ад, убивая человека. Женщина, какая бы она проститутка, и изменится и своему, причем мужу, даже не мне, будет. И по закону Моисея я должен со всей бесноватой толпой взять и забросать ее камнями. Библия входит, как вы говорите, в противоречие с моим сердцем. Я как должен поступить? Я как буду? Что внутри меня будет, если я брошу человеку в лицо камень? Представляете, женщине бросить в лицо гербуль. Я всем рекомендую посмотреть фильм «Побивание камнями» Сарай М. В главной роли снимается тот же сам актер, который играл Иисуса Христа в «Страстях Христовых». Посмотрите этот фильм. Вы бросите в женщину, закопанную по пояс в землю, камень в голову? Я никогда в жизни не брошу. Если это противоречие, вошедшее с твоим сердцем в Библии, как вы называете, Словом Божьим, и ты выбираешь Библию, я сомневаюсь, что ты будешь даже близко рядом с Царством Небесным. Я думаю, ты будешь так же от него далек, как тот богатый человек, который не замечал лазаря под своими, бедного нищего лазаря под своими дверями. У меня не грамма сомнений. Я же ролик записал, и, как мне кажется, Али Бабаевич его слышал, раз смотрят так, я смотрю постоянно сейчас мои ролики. Упаси меня, Бог, от царства с такими праведниками. Чтобы я завтра вне милости оказался за то, что я живу так, как я хочу. Кто имеет право меня судить? У кого есть эта власть надо мной? Вы что, имеете право приткнуть мою свободу, которая дана мне Богом? Или что, я не понял. Это разве по истине? Нет. Это насчет, что любви касается. А это и есть истина. Конечно, для меня Библия заканчивается там, где начинается мое любвеобильное сердце. Вот и все. Все, что с ним не согласуется в Библии, я выкидываю, как грязь, на помойку. Вот и все. То, что там мне описано, я говорю, веря в реинкарнацию, возможно, это я сам был, так я каюсь в этом. Я-то больше этого не сделал. Я не собираюсь черное называть белым. Вот именно здесь. Это слово Божье, истина Божья, конечно. Это еще в Ветхом Завете было сказано. Не называйте. И горе вам тем, кто называет горькое сладким, а сладкое горьким. Я почему должен закон Моисеева, равный современному шариату, даже не мусульманству, а шариату, называть истиной? Иисус этого не делал. Нигде Иисус себя не оппозиционировал с законом Моисеева. Не называл себя его ни автором, ни исполнителем. Ни в коем случае, никогда он никак себя к нему вообще не представлял. Он говорил, в вашем законе написано. В вашем. Он не говорил, в нашем. Он себя никак с иудаизмом вообще не оппозиционировал. Никогда. Конечно, Библия заканчивается у меня там, потому что Библия – это история. Там есть Бога общения элементы, конечно. Там есть Слова Божьи, конечно. Бог в каждом человеке. Вы по мне судите. Я разве говорю, верьте каждому слову. Я – человек. Я могу к Слову Божьему, который из меня изливается, конечно же, при губите Слово Человеческое. Каждый суди меня по себе, по своему сердцу. То, что ты чувствуешь истинно, тебя лишний раз. Ты и то, что внутри себя чувствовал, тебе внешне. Бог дал свидетельство твоей истины внутри. Конечно, принимай и сразу же исполняй. Ты слышишь, что животных убивать нехорошо. Тебе тысячу примеров лишний раз опять на мозоль, на эту, на больную кто-то наступил, в том числе я. И ты сам это понимаешь, всем сердцем понимаешь, оно тебя обличает, Бог тебе, каждый день. Так откройся, наконец, этой истине. И все. Живи ей, последуй ей. Причем тут Библия? В Библии ты наковырять можешь что угодно. Там нещадно тысячами вырезали животных. Ну и что теперь? Ну и что это Библия? Указ, если во мне откроется срам ноготы потом моей. Я не хочу, чтобы моя ногота потом перед Богом оказалась срамной. Я хочу, чтобы она была праведной, чтобы мне не было стыдно. Я не хочу быть уродом. Я не хочу быть дебилом внутренним. Я не хочу быть дрещом, костлявым, вонючим. Я хочу быть светлым, чистым, крепким, красивым внутренним. И все эти добродетели человеческой души, они открыты каждому. А в Библии столько греха описано, столько зла человеческого. Я что должен это принять? Вы вообще Библию читали? У кого Библию Словом Божьим называют, я сразу понимаю, что человек никогда Библию не читал. Ну или там что-то читал. Рутящий язык поворачивается это называть. Мы вот сейчас на канале Библия, Христалю Библия и чтение иных писаний, дошли до царства. Я думаю, что у многих уже все стало на свои места. Я на будущее говорю, мы вот дошли до царства Руфь, как раз ее прочитали. И сейчас вот я готовлюсь, никак не могу в колею войти, чтобы и новые, и вот эти проповеди писать, и еще и ветхие добавить. Ну, новый сайт, там много работы. Я говорю, слушайте, я вам заранее говорю, чтобы когда мы с вами царство прочитаем, ну и про Рупиминон, это одни и те же книги, у вас изменится отношение даже к псалмам, вы их читать перестанете. Хотя мы потом псалмы, естественно, прочтем. Но зная их автора, я думаю, у вас пропадет всякое желание их цитировать когда-нибудь. Но я сам цитирую, вы знаете, Иисус цитировал. Вы будете цитировать изредка, и никому ничего не будете доказывать. Вы прекрасно даже будете знать порой, что вы их вырываете в противоположном контексте, но уже, говоря в другом русле, вы просто взяли, заимствовали слова. Зачастую очень правильно, если их вырвать и не знать контекста. Зная контекст, это ложь. Ни в коем случае тот контекст, если ты применяешь, ни в коем случае это нельзя приводить как истину. А заимствовать лишь это слово к современности, через призму Евангелия, ты можешь дать их как истину. Вот и все. Поэтому, конечно, о чем тут речь? Это что касается истины самой, которая есть, там та же самая любовь, да? Слушайте, ну а вот я... Так, конечно, у меня была страничка, на старом сайте сейчас я все переделываю, перерабатываю. Я хочу просто на другом примере показать. Сегодня нету тему, я постараюсь не распылиться и не уйти далеко, да? Вот, кто такой Иисус Христос? Вы знаете, для любого христианина, наверное, важнее вопрос, после или перед того, что есть истина, да? Наверное, нету, потому что надо понять, Иисус кто? Может, он и есть истина, а он есть любовь, и все тут в одном. И вы знаете, когда я, вот я говорю, много есть статей, я сейчас сам соберу, конечно, эту страничку, видите, она так и называется, Бог Иисус Христос. Все места, естественно, из Писания, относящиеся до того, кто такой Иисус, почему он Бог, почему я лично его исповедую Богом. И вы знаете, у меня был так, я много говорю от опыта, я говорю, был у меня такой случай, тоже мне вконтакте стал со мной переписываться один человек. И вы знаете, все те места, которые у меня были, он на все ответил, он на все привел иные переводы, где перед ним все абсолютно по-другому. И короля Иакова он там приводил перевод, кто знает английский и прочие вещи. И вы знаете, так убедительно. И действительно, понимаешь, каждый во что хочет, во что верит. Вот он себе аксиому положил изначально, что Иисус это обычный человек. И тот, кто писал, кстати, те же самые переводы там, так и все было подано. Там в нужных местах повстальные точки, запятые, падежи, склонения. И вы знаете, сразу по-другому это место читается. Вы знаете, с того времени, так как мне открыто изначально, что Иисус есть Бог, я это и всем сердцем знаю, всем своим существом, и вижу это в Писании, до нас дошедших. И вы знаете, я перестал спорить на эти вещи. Истинно ее бесполезно доказывать. Ее можно просто показать. Ее можно благовестовать, человек сам решает, принимать ее или нет. И причем это рано или поздно у всех по-разному происходит. Вот как мы читаем то, что мы читаем в синодальном переводе. Одно из известнейших мест. Иоанна 8, 25. Я не буду сегодня всю предысторию, чтобы ролик не удлинять. Я просто на примере приведу. Мы все знаем про разные переводы Библии. Кто нет, пожалуйста, на моем канале Христа любит Библия и чтение иных писаний. Посмотрите, я отдельно записал все ролики в Библии. Что она такое, что такое переводы. Каждый перевод уже синодальный и новорусский перевод. Я рассказал ихнюю историю и все прочие вещи. Кому интересно, если сами не найдете, попросите в комментариях. Я дам ссылки на плейлист, на эти ролики. Эти ролики есть в начале каждого плейлиста по теме Нового Завета. Что написано у нас в Иоанна 25 по синодальному переводу. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Или как и говорил вам раньше. Еще бы здесь этого бы не хватало. А как мы читаем в Новом Русском Переводе? Кто знает, это равные переводы по своей силе, по своей, так скажем, власти. Потому кто их переводил, как. Они равноценны достаточно. Что мы читаем в Новом Русском Переводе? У вас все на экране, чтобы вы никуда не бегали, не лазили, там сами не трудились. Я все для вас делаю. Кто же ты такой? Спросили они. Иисус сказал им. Я вам с самого начала говорю, кто я такой. Ответил Иисус. Конечно, эти места будут неполны. Вы мне скажете, есть же и другие места. В том же самом, кто знает, Евангелие Таана. Его любимый ученик Иоанн. Всячески. Не зря ему дали два титула. Апостол Иоанн. Богослов. Апостол любви. Богослов. Апостол Иоанн. Богослов. Иоанн. Богослов. Апостол любви. Так вот, четыре слова. Не просто апостол Иоанн. Апостол любви. Иоанн Богослов. Про всех сказано. Апостол Иуда. Апостол Петр. Апостол Иаков. Апостол Павел. А это апостол Иоанн. Апостол любви. Иоанн Богослов. Он нам показывает уже те места. Казалось бы, никто практически из синоптиков не подчеркивал, что Иисус сам прямо о себе это говорил. Нам кажется, что благодаря синоптикам Иисус нигде себя прямо ни Богом не называет, ни любовью. Оказывается, нет. Иоанн Богослов нам прямо это раскрывает. Причем это не просто его первые мысли, которые знаменитые это предисловие к Иоанну Богослову, к Евангелию от Иоанна. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и что не начало быть, что начало быть, да. И Слово было, и Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истина. Бога не видел никто никогда, единородный сын сущим недрю, отчим он явил. Ну, я чуть-чуть подсократил, вы все это должны помнить, я так по памяти. Это как бы, казалось бы, еще ладно, это лишь понимание Иоанна Богослова. Слушайте, но он потом рассказывает нам, это же не его послание первое, вот даже я сейчас цитировал, это именно Евангелие. Ну, пусть это предисловие автора, но потом будет еще множество мест, где Иоанн Богослов нам будет передавать прямые речи Иисуса. Я и Отец одно. Отец никого не судит, но весь суд отдал сыну. Как можно отдать суд сыну, скажите мне, пожалуйста. Бог никому ничего отдать не может. Своей природой невозможно поделиться, она просто есть. Судить никто, никого не имеет права, кроме Бога. А оказывается, Иисус может, значит, Иисус есть Бог. Он сошел оттуда, где был прежде всегда. Другие апостолы говорили, им и веки сотворены, да. Видевший меня, он говорит на прощальном ужине, его воспрошающим, покажи нам отца, да. Он говорит, Иуда, сколько ты со мной, вы все со мной. Видевший меня, видел и отца. И он не скажет, что увидите. Кто-то видел его раньше. Бога не видел никто никогда, отца. Единородный сын сущий в недре очи. Он явил. Вы скажете, и знаете, я вам скажу, просто у меня не готов еще материал вот этот. Я соберу, конечно же, у меня есть там, ну, первый, так как все хочу на новом сайте сделать. Придется подождать. И красиво, и быстро, вот понятно, доступно, чтобы можно было сразу сверять несколько переводов, и все красиво оформливать, чтобы было доступно, наглядно. Многие другие места, они, казалось бы, не искажают в новом русском переводе. Но кто знает, богословие, как хотите, мировоззрение, учение этих сект, возьмите протестантских те же самых. Ни одна из протестантских церквей, как такового, Иисуса Богом не признает. Максимум равным Богу, что-то там с Сыном Божьим. И то, как касается в оконцовке, они верят и в Сына, и в Отца, в Троицу, там, и весь Ветхий Завет притягивает, и Яхва. Я никакого Троицу никакую не признаю. Я верю в единого Бога. Этот Бог, невидимо, всегда является моим Творцом и Родителем. Это так, и источником всего, началом жизни, да. И этой жизни, Духом Святым, энергии своей, Он все и поддерживает всегда. Он не просто начало, но Он и во всем движении присутствует, в бесконечности. Конца Ей нету. Конец лишь это Иисус Христос, Который видим для меня, образно говоря. Как я вам показывал эту картинку, кто смотрел мои ролики, диафильм, да. Когда из проектора вылетают лучи света, как только белое полотно натягивается, мы сразу видим кино. Вот так и Бог. Его мысли, они вечно расширяются в бесконечность. Ну, вот спираль Бога я люблю вам показывать, да. Все, они, хотя и начала там нету, потому что Бог вечен. Но так скажем, вот это, вот и начало же тоже не существует. Поэтому никакого Бога, Отца нету. В начале было слово. Иоанн Богослов начинает свое посла, Евангелие. Как в начале уже было. Так оно в начале или оно уже было? Если оно в начале уже было, где начало этого было? Там даже перевели, это же русский перевод, а по-хорошему в начале уже есть слово. Как в начале оно уже есть. Так оно было до начала или его не было? Бог это вот спираль Фибоначчи называют, но спираль Бога. В ней что в микро нету конца, а что в макро никогда вы не ищут. Поэтому и Отца как такового не существует. Это лишь образ того, что Бог является началом или источником всего. Но этого начала и не было никогда. Поэтому есть один Бог, все во всем, это Иисус Христос. И есть лишь грань. Вот в этой спирали Фибоначчи, вот как мы ее сейчас сможем нарисовать, есть, казалось бы, видимая точка, через которую мы ничего не видим. Вот вы сейчас видите, все равно вот этот светленький кругляшочек. Вам кажется, что это он, начало. Но если вы начнете ковыряться, его там не будет. Вот что такое атом разложили? Это оказалась грань между видимым и невидимым миру. У меня много роликов на эту тему. Кто хочет, найдите плейлист на этом канале. Проповеди голоса, пишите Бог, человек, природа бытия. Нет, я говорю, всегда пишите в комментариях. Я дам ссылку, кто не может найти. Там я вот эти все разные стороны, разные мысли раскладываю. Сейчас пытаюсь все в одном собрать. Это лишь грань. И она очень легко нарушима. Нам кажется, сегодня этот мир невидимый, завтра видимый. Вон, атом разложили, оказывается, эта энергия. Материи в принципе не существует. И вот, пожалуйста. Я говорю, не важно, что другие места, я-то знаю, да, вроде как не исказили другие. Вроде так он и говорит, видевший меня, видел отца. Но все их уже толкуют как угодно. Уже что, ну это же образ, то есть видел ты Иисуса, как бы видел Бога. Но это не Бог. Он как бы явил, да. Вот я же, мы же тоже с вами все являем Иисуса, да. Пытаемся своей жизнью людям явить живой пример деятельной жизни. Вот такой же, как Иисус. Но мы же не Иисусы. Мы отдельные личности. А вот здесь, казалось бы, по-русски написано, по крайней мере, в синодальном, прямо написано. Кто знает, естественно, где так еще сказано. Когда Моисей при купине говорит с Богом, о чем там идет речь, кто помнит. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилям, скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, и они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. Бог сказал Моисею, я есмь сущий. Так скажи сынам Израилям, сущий послал меня к вам. А как переводит новый русский перевод, даже этот, кстати, момент в Ветхом Завете. Моисей сказал Богу, вот я пойду к израильтянам и скажу им, Бог ваших отцов послал меня к вам. И они спросят, как его имя, что мне ответить. Тут кажется одинаково им, я тот, кто есть. Я тот, кто я есть. Скажи израильтянам, я есть. Послал меня к вам. Они пытаются, конечно же, вот этот же новый русский перевод разделить, это Евангелие Иоанна 8, от вот, пожалуйста, исхода. Кто знает, это третья глава, да? А пожалуйста, если мы читаем по синодальному, это одни и те же места. Господь с небес говорит с Моисеем, а это Иисус с ним говорит, я есмь, я сущий, я просто есть. Тут они, в принципе, неплохо написали, что я тот, кто я есть. Но все-таки слово вот это сущее, знаете, ему уже такое дали определение, оно у многих действительно сидит, как, знаете, вот, Бог, это то, что сказать, я кто, я Бог. Конечно, у Бога нет никакого имени. Любое имя его описывающий, это уже не Бог, это его часть или его лишь описание. Он просто есть, и то, что он есть, это все. Любое слово его описывающий, это лишь часть его проявления. Ну, вы же прекрасно слышите, как этот перевод звучит в Иоанна 8. Я вам с самого начала говорю, кто я такой. Тут вообще другой смысл вложили в эти слова. Не просто, не просто вот как там, знаете, немножко перевели даже эти два слова, казалось бы, там, видите, как перевели. Я тот, кто я есть, а израильянам скажи, я есть, не я тот, который есть. А нету слова, нету выражения даже. А видите, как они перевели? Я тот, кто я есть, это имя мое. Но им скажи, я есть, послал тебя к вам. Тут понятно, что, по крайней мере, русский синодальный перевод, те, кто его делали, с тех, кого кто, возможно, писал, и, возможно, что тот, кто на грецком, что дошло, и этот автор, который писал, это всего лишь несколько у нас есть вариантов, кто знает этих грецких. Да, и то Иисус-то то же самое, не на грецком говорил, а на еврейском. И ничего не писал, и ученики за ним ничего сразу не истинографировали. Тут нам явно, что нам хотят авторы сказать, что Иисус есть сущий Бог. Он себя в оплоте, причем он себя не в духе называет, что я без этого тела. Я от начала сущий, как и говорю вам. Как и говорю вам, как раз, мне не нравится, как перевели. Я думаю, что Иисус, скорее, говорил, как много раз говорю вам, как и говорил вам, да, потому что он по-разному же им говорил, я и отец одно, за что его полагали убить. Это восьмая глава Иоанна, кто знает, уже в шестой он говорил себе, как о хлебе, шедшем небес, и о том, что он с отцом одно и то же. Седьмая глава, это уже восьмая, причем двадцать пятый стих, а там еще до и еще будет после. Я думаю, вы же разницу видите. Слушайте, вот я исповедую, даже если бы этого не было, и когда я говорю, понял, что люди по-разному понимают, вот именно имеют право цитировать, как хотят, переводят, как хотят. А здесь я вам с самого начала говорю, кто я есть. Ну, и кто тебе протестант скажет? Ну, он Сын Божий, говорит. Все. Сын Божий Исущий, вы знаете, это разные вещи. Вот я всем своим утром знаю, что Иисус Бог. Я привожу разные места, и вот эти, и из апостолов. Сегодня мы их не будем приводить в пример, естественно, потому что не этому ролик посвящен. Я достаточно много и так сказал, чтобы все-таки пример стал ясный, да? Вот я знаю все Евангелие. Я всегда привожу в пример. Я не зря здесь, в этой же странице, Бог Иисус добавил, как творит Бог землю. Как Он ее творит. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет, и был вечер, и было утро, день один. Я ставлю три точки, все шесть дней так творит. И сказал Бог, да произведет земля душу живую, породу ее под скотов, и зверей земных пород. И стало так. И был вечер, будет шестой. И вот в Марка, когда я буду приводить, это хоть все Евангелие сюда вставляю, в эту страничку. Хоть Марка, хоть Луку, хоть Иоанна. Я здесь просто, наверное, свой комментарий напишу, и на этом ограничусь. Вставлю любой случай, где Господь, ну не знаю, того же самого Лазаря воскрешает, да? Самый, может быть, типический такой важный момент воскресить четырехдневного мертвеца, который уже разлагается. И я всем всегда говорю, вы посмотрите, как Иисус делает. Он не молится никакому отцу. Он никогда его не просит ни о чем. Ни его молитвами, ни по своей молитве к нему, ни его силой. Он сам все приказывает. Тебе говорю, встань. Он максимум воздает славу, учит нас как сын, как дети, как дочь. Как относиться к Богу. Но он сам никогда это не делает. Он делает все, как власть имущая. О нем сами люди так свидетельствовали. Я только даже из этого всем говорю, посмотрите на это. Я вижу, кто он такой. Для меня провести параллель между первой главой и Евангелием нет сложности. Для кого-то я вот вижу сложность. Для меня нет сложности. Я вижу, что Иисус все делает устами, словами уст своих. Как это делал Бог в первой главе описано. Творя небо и землю. У меня нет никаких сомнений, кто он. Как он и говорил, не верите моим словам. Вот именно. Посмотрите на мои дела. Вот он кому-то сказал. Мне. Я смотрю и говорю, да. Ты истина. Истинный Бог и жизнь вечная. Как Иоанн заканчивает свое послание. Хотя его, я говорю, перевели так. Сущий благословен во веки. Там у Павла есть, да. Ну, в общем, я не хочу сегодня эти моменты себе вспоминать. Мы дойдем до этого, конечно. Это просто я хочу тоже для утверждения, кто хочет быть утвержденным в этом моменте, показать. А вот по поводу Библии. Вот что я должен принять? Ты говоришь, где Библия заканчивается? Там, где она в противоречии с моим? Конечно. Вот новый русский перевод, Библия в новом русском переводе, для меня бы закончилась вот на этом. Ну, не в смысле даже по порядку, так скажем, на восьмой главе 25. Нет, я имею в виду, что все события я принимаю, которые в ней все хорошо описаны. Сейчас я вот на канале специально читаю Второй Завет параллельно с Новым Заветом. Ой, Новый Завет по синодальному переводу параллельно читаю Новый русский перевод. Да все, претензий особых таких нету. Причем они же не с синодального переводили, а все с оригиналов опять попытались, другим взглядом. Причем это другая команда, действительно противная. Там все-таки в основном участвовали ортодоксальные представители ортодоксальных конфессий, да, при переводе синодального перевода в новом русском, в основном протестантские направления. Это замечательно, что их вот так можно, они друг друга всегда лбом бьются по богословию. Посмотреть, как они переводят действительно оригинальные тексты. И там много, там 99-95% совпадений, да. Отличия какие-то или просто разница слов, сленга, стилистическая речь. Это вообще надо еще, хоть они есть в этих 5%, еще отнять эти 3-4%. У них разница, хотя казалось бы, вот это, это же не мелочь. Я почему самый яркий, для меня, по крайней мере, самый важный, самый яркий пример. Я говорю, и знаю, какое богословие делают из этого. Это очень важно. Потому что я говорю, даже этот стих, кто-то со мной будет, который такой колеблющий, что же он хоть и протестант, но там сам может чувствовать, что Иисус Бог. Начнет мне сказать, ну вот же сказано, что он от начала им тоже говорил, и вот есть другие места, где можно понять, что он так и говорит, я отец. Одно слушаю, но это если лично ты так исповедуешь, это хорошо. Но общее богословие протестантизма говорит о том, что Иисус не Бог. Сын там Божий, единосущный, чтобы они потом туда в эту целую кучу вкладывают. Я говорю, слушайте, мне это не надо, вот эта ваша куча мусора. Иисус Бог, и точка для меня, и все. В общем, не видимый его образ, так скажем, а просто видимый Бог. Что я его могу видеть, ощущать, как действительно от богослов это прекрасно написала. Что Бога можно и видеть, и слышать этими телесными очами, не духовными, как это любят. Надо Богу духовным? Нет. Реально. Можно было, и можно будет. И в будущем это мечта каждого христианина, действительно, встретить Бога во плоти еще раз, и уже никогда с Ним не расставаться. Сама истина, который будет светильником на новой земле, не солнце ее будет освещать, написано, а Иисус. Это вообще уму непостижимо. Это будет так, я в это верю. Я в это верю, не видя его. Хотя я верю, что я видел его. Я уже давно убедился, что, наверное, все-таки я не раз на этой земле был. Вот так вот. Поэтому ответ на твой вопрос по поводу того, что... Как он там звучал-то? Посмотрим еще разочек. То есть ты, Дима, принимаешь гиблию до тех пор, пока она не входит в противоречие своим внутренним убеждениям. Да, я тысячу раз об этом могу сказать. Никогда от своих слов не отрекаюсь. Если у меня что-то, конечно, меняется в жизни, ну, я говорю, что вот тут чуть у меня скорректировалось мирозрение, а может кардинально изменилось. А тут у меня было это сначала. Вот 10 лет, как я покаялся, Бог меня вел чистым путем, без всяких религиозных конфессий. Для меня выше Евангелия ничего нет. Для меня Библия и Евангелие – это не одно и то же вообще. Это и евангельская история, это одна из книг обычного собрания, но не некими людьми сшита в какой-то корпус. Названо это почему-то написано не Библией, называют ее как только не называют, кому только что в голову не сбредет. И священным писанием, и Словом Божьим. Нет, для меня есть слова Божьи везде. В Евангелии – это слова Иисуса. В Ветхом Завете – может быть, если я вижу, что это слова Бога, да. Вот это Моисей говорил, Бог говорил Моисею, я сущий отначал, да. Бог ему говорил убивать там все народы, нет. Там нет слов, нет, это слово Моисея. Это слово Божье, которое он говорил, что Бог радуется, так как Господь радовался, когда вас выводил из Египта, так же будет радоваться, когда будет истреблять вас. Это Бог сказал? Нет, там вообще прямо написано, что Моисей цитирует все подряд. Я даже не задумываюсь на том, что даже в Писании Ветхого Завета никто не приписывает это словам Бога. Это вообще Моисей. Второзаконие – это книга предсмертного завещания, исповеди, тире, тут все слова подходят. Моисея. Там нет никаких практически, там в конце лишь опять вроде как есть диалог там Моисея, Бога. Но в основной своей массе, кто знает, я не зря там все синим текстом почти, кто знает мои знакомства с теми текстами, которые мне работают, там все синим цветом курсивом помечено, потому что это прямая речь Моисея. И то, там настолько она порой переплетена, завертена, и то, и точно неизвестно, Моисея это сказала, это автор так приписал, вспоминая то, что говорил Моисей. И все это вложил еще в слова Бога, даже где и вложено. Вот и все, конечно. Хорошо, ты тут, кстати, написал, что я лишь принимаю даже Библию, я даже за истину не почитаю. Истина, она только в моем сердце, как и в каждом из вас. Вот и все. Это лишь бумажки людьми написаны. Исторические события, да. Причем с одной стороны, с одной колокольни этим человеком описаны. Вот и все. Вы почитаете две исторические хроники двух противоположных воюющих народов. Когда кто-то будет побеждать, все будут писать, что с ними Бог. Это всегда так. Ну, не будьте глупыми. Ну, возьмите. Я говорю, посмотрите на мир. Откройте свои глаза пошире. Это же так и будет. Так что вот так. Богу вкладывают все время. В грехах, во всех своих грехах Бога мажут. Конечно, да. Истина. Я лишь ее вижу оттуда. И вот живой пример Евангелия. Я исповедую, что Бог 2000 лет назад явился в плоти. Аминь. Аминь. Все, что Он делал, в Евангелии описано. Я-то вижу, что эта истина не ускользает. Казалось бы, каждый может по своему переводить. А я это вижу. Значит, в принципе, не то, что она там истина. А вот то, что как раз я вижу, это истина. Я это благовествую. Другие, вы видите, спокойно искажают и вывестуют другое. Ну и последнее хочу сказать. Откуда все споры и разногласия, если Библия есть? Ну, понимая, вы, ты тоже, кстати, Василий Алибович, точно такой же. У тебя Библия заканчивает там же, где заканчивается твое видение. Потому что это же ты так видишь. Мы даже когда друг друга тычем какими-то стихами, говорим, что вот же написано. Слушай, ну это же ты их так понимаешь. Твое понимание – это даже не то, что ты тем не тычешь. Это лишь твое понимание этого. Ты же решил, это же ты в уме решил, что этот кусочек подходит к моему вот этому времени. Это же ты решил. Я таких примеров в Библии могу привести массу. И важных, и неважных. Я говорю, кто-то, цитирую синодальный перевод, вот я только ролик вы перед этим, кто последствует, смотрит, про супружескую измену, про блуд и прелюбодеяние. Многие убеждены, что это говорится речь о блуде холостых, и что вообще там слово блуд имеется в виду. И что каждый, кто взглянув на человека противоположного пола, и в мыслях у него возникла сексуальная какая-то фантазия, влечение, желание, все. Достоин гигиены огненной. В том же опять новом русском переводе, пожалуйста, там прямо говорится о супружеской неверности. И что все эти слова относятся лишь к супругам. То есть смотри, переводы разные. Ты еще каждый по-своему даже этот перевод понимаешь. И прочее. Я таких примеров могу массу привести. Просто я не считаю это даже искажением, потому что вот именно ты глядя в свое сердце, и будет, конечно, это искажение, и они явно даже отпечатаны на бумаге. Желательно их поправлять. Ну, тут уж я не знаю, как быть-то. И ты точно так же. Это каждый человек понимает. И я вам объясняю все почему. Потому что это в вашей природе. Кажется, как на самом деле, вот слыша меня даже, я знаю, что слышит Бога в том плане, где я говорю истину. Вот насчет того же самого суда. То, что я говорю истинно, потому что это и есть истина. Это и есть то, что есть. Никто, тебе Бог не будет смотреть, ты это знаешь. В оконцовке ты прекрасно понимаешь, что ты в ответе за свои грехи. И ты получишь то, что ты заслуживаешь. И то, и даже это еще слова, это детские образные слова. В оконцовке настоящий человек, познавшись истинно, приходит к пониманию, что это просто будет явлено наружу. У тебя не будет претензий ни к Богу. Потому что это не надо будет доказывать, как в современном мире, в судах там пытают свидетелей, документы там, видео какое-то предоставить. Это просто будет твоя природа. Это та нагота, и она будет какая-то. Как здесь человек, есть красивый урод, и урод стыдится своей уродливости. Тупой, рядом с умным, стыдится своей тупости. Человек, блещущий там с короговорками, сарказмом. И человек, который не может два слова сказать, чтобы посмешить кого-то, женщину или мужчину. То же самое, чувствует себя неполноценным. Вонючий рядом с пахучим. Один вляпался, простите, я всегда говорю, в дерьмо. Другой нет. Как он себя будет чувствовать, скажите мне, пожалуйста. Это будет все естественнее. Никаких ни у кого претензий на суде. Ни к Богу, ни к людям, ни к каким, ни к бесам не будет. Неважно, кто являлся, как... Нам в раю это по-детски все описано, как Адам, Ева, там, Змей и Сатана. И Бог каждому давал по его греху. И там будет то же самое. Ты не сможешь, Бог, кричать, я от меня сна. Это будет часть твоей природы, и ты будешь понимать, что ты сам в это вляпался. Ты тогда сам сделал выбор. Неважно, кто тебя соблазнял. Ты знал истину и ложь. Грех и правду. И поступил по неправде, по беззаконию. Вот и все. Поэтому... Что еще добавить, я не знаю. По-моему, я внятно дал ответ. Истина, она в человеке. Я, в принципе, в том ролике все сказал, а вопрос опять, получается, я не пойму, на какую тему. Да, первое, это в тебе. Ты будешь отвечать. Ты, ты человек. Бог спросит тебя. Вот, с Адама, он начал спрашивать, с верхушки, с головы. Бог с тебя спросит. Что это? Кто там в чем, кто согрешил против тебя, они за свой грех дадут. А что? Я говорю, и придите в высшее опознание. Это никакой не внешний суд, судьи с кулдобежкой, там, какой-то, который по столу орет, кричит, пена изо рта, пытается доказать, но ничего не получается. Бог не будет этого делать. Иисус, он сказал, отец не судит никого, потом про себя сказал в концовке, что он не судит никого. Человек будет получать должное воздаяние сам в себе. Вот и все. Это будет его просто природа. Точно так же. Неужели это так тяжело понять, что я говорю? Точно так же, как у вас есть тело. Душа. Это не невидимка. Это не мир невидимых субстанций. На том и люди, и живые существа, и боги, что мы видимы. Это не пустота, где никто никого не видит. Это видимы. Даже ангелы людям были видны, причем в виде человеков. Ну, как же вы не поймете, что на этой земле есть красота и уродливость, ум и безумие, вонь и благовоние. И благовоние, как нехорошо звучит, и прекрасные запахи, и ароматы. Вонь и ароматы. Это же есть. Подумайте о том, что ваша душа уже сейчас имеет все это. Все добродетели имеют вот эти какие-то свойства. Что доброта – это красота. Что терпение – это твердый скелет. Посмотрите, есть какие. Что мужчина, что женщина. Там рука, что лом. Ему все нипочем. А у тебя чуть это палочка ударила, руку сломала. Есть такие люди, у них там не кости, а так. Все, все будет иметь. Ты милосердная, тебе аромат. Да. Все будет. Ты радостный даже был, когда здесь свет твоего лица. Свет от тебя будет. Это все будет на твоем теле. Ты будешь тот, чего ты достоин. Вот и все. А будут уроды. И ты сам выберешь свою жизнь, кстати. Никто за тебя. Поэтому у тебя претензий не будет. И ты сам не пойдешь в небесное царство. Как никто в рваный, вонючий. Я говорю, я специально такими образами, хотите погрубее буду говорить, облеванными, обосранными. А в одеждах никуда никто не пойдет. Ни на какую красную. Вы во двор мусор выходите выкидывать, мы все еще сто раз в зеркало посмотрим. Причешемся, умоемся. Всего лишь мусор вынести. Порой даже до лестничной клетки. Сейчас все эти, я смотрю, давно уже заварили. А раньше, кто знает, кто помнит, в домах были эти... Да что да, нормальная девушка не пойдет, непричесанная. Хотя ей на личной клетке между этажами спустится. А вдруг там ребята сидят. Одноклассники. А я тут выйду. Это, знаете, это все вот эти сказки. Да ладно, я там в аду пожарюсь. Это все люди, не знающие истины. Упорствующие против нее. Когда человеку все это открывается, вы знаете, как ты начинаешь заботиться о своей душе. Когда ты понимаешь, что не бог тебе, никакой своей благодатью... Когда ты эти лжи, выучаясь протестантизмом, подумаешь, слушай, думаешь, ну это разве невозможно, это бред вообще. Бог тебе, конечно, все прощает, когда ты каешься. То есть Бог не поминает. Он не мстит тебе. Да, это аминь. Но Бог... И ничего не покрывает того, что ты, если ты не меняешься. Он не одевает тебе белую одежду, ну беззаконника, на гнилое, рваное, гниющее тело. Нигде Иисус этому никогда не учил. Вот и все. Поэтому с Библией быть надо очень осторожным, внимательным. Все поверять во своем сердце. Точно так же поверять всех проповедников. Все, что у тебя внешне согласуется с внутренним. Но я всегда сто раз говорил, еще раз скажу. Это только при одном условии. Что твое внутреннее сердце, твое внутреннее желание, помысл сердца, стремятся к Богу познания, к истине, к абсолютной чистоте и святости. Если ты не прячешься от Бога в кустах, покрыв его, покрой меня своей благодатью, я дерьмо, а ты меня в салфанчик, в оберточку заверни. Нет. Когда ты перед Богом откроешься, раз ты поймешь, что он не в капищах под полотенчиком у батюшки, что можно всю неделю прожить, как ты хочешь, а потом сделать вид, что ты каешься. Нет. Потому что покаяние это изменит в своей жизни. Вот и все. Когда ты поменял, у тебя этого нет. И Бог не будет тебя тыкать, когда ты давно изменился. Естественно, нет. У тебя природа поменялась. И следа греха не останется. Почему? У тебя природа изменилась. Бог не помнит ники грехи. Он нигде их не записывает. Но у тебя природа друхает. Если ты вчера делал и сегодня делаешь, ты такой просто есть. Ты урод внутри. Ты стал не отбирать, а благотворить, ты стал красавцем. Бог ничего тебе не поминает. Бог любовь. Он на твоем красивом теле даже шрамов от прошлой жизни не оставит. Не оставит. Ни рубцов, ничего. Бог любовь. Ты же изменился, ты его больше не делаешь. Это была школа жизни. Вот о чем ты говорил Иисус-то. А не о том, что на тебя на урода и вонючий в скафандр наденет. Это только протестантский бред мог такой больной ум такой придумать. И такие же больные умы его принимают. Я говорю об этом открытым языком. Может, у кого-то что-то в голове зашевелится. Надо себя каждый день смотреть, рассматривать, насколько я уподобился Богу. Надо искать, творить добрые дела. Надо стараться быть терпеливым. Не думать, что можно грешить и дальше жить. Нет. Это ложное учение. Вот и все. А в Библию все вы примете ее как слово Божье непорочное. И все, что там написано. И все грехи людские, которые там написаны, примете за святость. Все. Вам конец. Вы пойдете не туда. Вы, если смешаете ветхое с новым, вы снова свалитесь в это же самое. Посмотрите на все секты православия, католиков, протестантов. Все то же самое. Еретика можно сжечь, побить камнями. Ну, там побивали, в новом завете сжигают. И, пожалуйста, патриотизм. Убей любого. Все то же самое. Весь закон Моисеев обратно перекочевал. Все. Ничем, причем без всяких изменений. В чистой воде. Все. Так что, о чем тут говорить-то? Конечно, для меня Библия предел ей там, где предел истины в моем сердце. Она заканчивается там, где начинается истина в моем сердце. Вот и все. Где они согласуются, хорошо. Они идут вместе. Где нет, все. Ладно, 50 минут. Я думал, вы уже так уморились. У меня на этом все. Я надеюсь, кому-то это помогло. Этот ролик. Вы встанете на путь истины, если еще не стояли. А если стоите, идете, укрепитесь с Нем, и будете идти дальше. Помните, Иисус призывал нас к совершенству. Быть без порока во всех добродетелях, свойствах человеческой души. Или в любви к людям, не к Богу. К любящим Богу грешники любят. Это не христианство. В радости жизни, даже в тяжелых ситуациях. Я не говорю, что ты радуешься горю. Ты должен заставить себя улыбнуться. Мирствовать в душе. Мир творить между людьми. Не зло сеять. Вот мне говорят, ты там травишь. Я говорю, нет, родные. Я людей друг на друга не травлю. Я наоборот говорю, уберите все эти преграды. Давайте жить в мире и любви. Все эти секты, их не лжи, выучение, разъединение от людей. Я наезжаю на секты. Вот и все. Терпение. Оно невозможно без скорби. Как ты возрастешь в добродетеле терпение? И в ней надо возрастать. Ничего тебе на халяву Бог не даст. Ты получишь то, что ты заслужил в этой. Да. Вот так вот. Ну все, ладно. Прощаемся. Пока-пока. Пишите ваши комментарии. Я вот, вы видите, в принципе, с радостью на них отвечаю. На какие-то даже, видите, не в общем ролике, а в отдельном, который считаю, что надо взять за основание для большого слова. Все. Пока-пока. До встречи в следующем ролике.